В зале природы областного краеведческого музея Алексей Большаков рассматривает палтуса. Муляж только приехал из Петербурга вместе с двумя остами шестью десятью такими же. Идут, как их не упаковывай, все равно где-то ударяются и тоненькие плавнички подламываются. Поэтому приходится их просматривать, подклеивать эти плавнички, подкрашивать, чтобы было незаметно. И чтобы рыбки радовали наших будущих посетителей. Рядом коллеги Алексея настраивают робота. Посетители смогут познакомиться с ним уже на этих выходных. Он и его два товарища ответят на простые вопросы о регионе, сфотографируются и потанцуют с детьми и взрослыми. Такие формы взаимодействия помогают по-новому взглянуть на привычные залы. Там, где прежде нельзя было повышать голос, теперь можно устраивать кинопоказы и дискуссии. Даже запрет на прикосновение к шедеврам уже не так категоричен. В отделе художественного музея работает пока единственная в области тактильная экспозиция. Подобные выставки позволяют нам ближе познакомиться не только с искусством, но и с его авторами. На мраморе до сих пор отчетливо видны следы долота. Вот здесь на волосах или на вобитой дате. По ним мы можем понять, как скульптор ставил инструменты или руку. А это гипс, и он все еще хранит отпечатки пальцев мастера. Разглядывая и ощупывая их, мы можем ближе изучить свойства материала и даже сами представить себя художниками. Разумеется, такой режим прибавляет работы хранителям. Извояния могут пострадать, поэтому их нужно чаще осматривать, смахивать пыль. Однако увлеченных людей это отнюдь не пугает. Они с радостью принимают веяние современности. Музей 21 века это уже совершенно другой музей. И появляются абсолютно новые формы, креативные формы работы с посетителем. То есть музей действительно становится очень интересным, он становится интерактивным, он становится двигательным, он становится эмоциональным и так далее. Но даже самые молодые музеи не теряют главное – культурную и научную ценность наполнения. Музей истории Колы – последний, основанный в регионе. Он был создан уже в 21 веке группой местных старожилов-краеведов. Возглавить учреждение пригласили Наталью Чарикову. Возглавлять было некого, кроме самой себя, потому что на тот момент, до ноября 20-го года, в штатном расписании музея был всего один сотрудник, это директор. То есть предстояло полностью создать экспозицию из того, что было из тех, что было в материалах. Поскольку музей молодой, то фонд такой сравнительно небольшой, фонд, несколько сотен предметов. В основном это семейные реликвии колян. Из экспонатов нужно было сделать цельную историю от Средневековья до наших дней. Так появились стенды с инфографикой и цитатами путешественников, проезжавших через городок 100 или 200 лет назад. В Мурманской области больше 30 постоянных выставочных комплексов. Многие из них уникальны и в чем-то самые-самые. Каждый стоит потраченного времени. Александр Клепцов, Максим Кравченко, Руслан Мавлютов, ТВ21+.